Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале сказочной деревни. Сказать пониже, не будь выше манки. И меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Да, именно так. Спасибо вам за всем за это. Что там сзади какой-то кипишно говорит. Вечер у нас уже. Вечер. Вот она там автоклоп ругается, тушеночка готовится. И что так меня сын хочет? Да. Заварим. Так вот, на супер-мега-выгодное предложение. Заварим нет. Да, не нажми деньги, спокойно. А что ты нахуй меняешь? Нет, как бы эти деньги нужны, но это не тебе, но там с Ярикова. Это другое там. Как ты слушаешь? Слушайте, тебе не покажешь другое, как ты там с Яриком. А я? Подложение главное ко мне, а не там с Яриком. Да, мне деньги не дожди. Таки вот. Я пытался угулять. Мне опять же просить, просто камень. На мой взгляд. А где вам будет тебе предложение? В чем вы выберете? В том, что я сзади меня опоздал в школу. А на сколько ты придешь? В чем, в чем, в чем, в чем, в чем. Я все равно ложюсь вставка. Я завтра даже могу просто вставить в 8. Ну, смотри, я завтра даже могу просто вставить в кровати в 8.40, я буду уже вот на ногах пойду кушать. Зарекал с ворон, говна не плевать. Иди. Я думала, у него просто что интересное. Нет. Ну, сына, грандиозная идея. Знаешь, у него бизнес по-русски. Купить ящик водки, продать, деньги пропить. Так, что у нас тут? У нас тут кухня. Кухня. Я оттираю шкафы, которые там у нас лежат в этом сарае, которые мы привезли. Все перемываю, все разбираю, шкафы оттираю. Станислав Юрьевич делает электрику. Вот он тут тянет всякие эти какие-то кабеля, провода, бегает везде кругом с рулеткой. Но, хотела бы я не это вам показать-то. Мне уже и рисовать мы с вами рисовали, и Василек смотрели, и Грандсток смотрели, розыгрыш был. Все, в общем, все у нас уже было. Покажу тебе полирисовалку отдельно, строго из моих рук. Хочу вам показать еще кое-что. А где она? В общем, для Станислава Юрьевича приехала посылочка. И я хотела вам похвастаться. А что-то, куда я ее положила-то? Итак, наконец-то добрались мы до посылки для Станислава Юрьевича. А то он мне все говорит, когда ты мне ее отдашь, когда ты мне ее отдашь. Приехал к нам, куртка к нам приехала для Станислава Юрьевича. От магазина Ньючик. Ньючик – это магазин товаров, похожий на Алиэкспресс. Единственная разница в том, что одежда, которая прилагается, она вся хорошего качества, и она фирменная. Что тебе? Тоже куртку купить? Тоже куртку? Обязательно. Обязательно тебе тоже куртку. Сейчас откроем. Вот такая куртка. Куртка осенняя. Значит, на подстежке. Сделана под кожу. На самом деле это кожзам. Кожзам. Сейчас я вам где-нибудь это покажу. Где бы это показать. Вот, вот здесь вот видно. Это, видите, кожзам. Но снаружи, вот прям по ощупь, по запаху, по текстуре, вот как будто кожа. Как будто кожа. Поэтому недорого. Так, на такой теплой подложечке. Но куртка на самом деле тонкая. То есть она вот на прохладную такую осень, на дождливую. И очень такая она мягенькая. Мягенькая на ощупь. Должно быть в ней тепло. Так. Размер Смислав Юрьевич убрала XL. Поль, поставь на паузу, то ничего не слышно. С длинным рукавом. Давайте померяем. Клево. Повернись вот так к свету. Как к свету? Ну вот так к свету, чуть-чуть подальше. Ты не вмещаешься, сэр, своими телесами в камеру. А, вот про эту маленькую свою камеру-то. Да, да, да. Я такой маленький не вмещаюсь. Да, ты такой маленький не вмещаешься. Слушай. Годится? Да. Очень клево. Правда. Нет, хорошо. Прям это. Да что ты все время ко мне близко так подходишь, я не пойму. Повернись, пожалуйста, спиной. Класс. Сзади похоже на косуху. Ну, это мои молодости. Куртки. Немножко такой есть. Клевая. А мне нравится. Да? Угу. Тут пришито, а тут обманочка, нет? Обманочка. А кармашка? Есть кармашек? Ну, да. А внутри? А внутри? Тоже есть карман? Один. Есть, да? Два кармана внутри? Один, да? Один. Тебе? Большой рука. Большой? Да, большой кармашек. Вот он кармашек. Вот он кармашек. Любитель, сунь ручь вперед и пошел. Нормально. Он такой темно-серый. Он не черный, он темно-серый. Они там, кстати, были в разных цветах. И в зеленом, и в красном, и в светло-сером. Не знаю. Иди на вешалочку повеси. Завтра в ней повесишь? Да, а что нет? А жарко-то не будет? Нет. Я на майку. Нажал. Маловато, да? Снимай кольчужку. В груди сходится тесно мне. Конечно, кольчушка мужская. Кольчушка. 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 Такая мягкая-мягкая. Она мягкая. Очень мягкая. Кожа мягкая. Она, наверное, свинячая. Нет, это кожа зам. Хотя, может, карманы курсы. Да нет, может, давайте. Там написано прям кожа зам. Нет, я посмотрела. Ну, за такую цену она кожа, наверное, вредь может быть. Такого хорошего. А что посмотрел, как ты понимаешь? А вот, видишь, здесь кармашек внизу вот такой. И что? Значит, кожа зам. Помнишь, в 90-е мы все приходили в школу? Кожаная или не кожаная? Давай проверим. Мы рукава поджигали. Ах, черт, не кожаная. Ты рамка такая на полрукава. И по-фиг уж родить цветовую ложку оторву. А у меня кожаная была, поэтому я не горела. У меня тоже была кожаная. У меня была косуха. Кожаная. А я у Илюхи отнял косуху, а потом подарил. Кому? Да, какой-то девчушке. Ну, не мне явно. Не, не тебе, конечно. Конечно, не мне. Мне даже спасибо за куртку ей сказал. Давай сюда. Бессовестный. Ссылку на магазин Ючик внизу оставлю, естественно, в описании к этому видеоролику. Если кому-то там покажется, что там дорого или еще что-то, обязательно посидите в раздел распродажи. Очень много всего в распродаже. И за совершенно, так сказать, ну, у нас дороже в магазине. Ждала куртку. Ждала примерно, ну, округлим примерно три недели. Ждала, пока она к нам приедет. Что-то еще хотела добавить. В общем, про куртку все. Теперь про ремонт. Как ты там что видишь? Ничего же не видать. На ощупь. На ощупь? Да. А что у нас не тухнет фонарь, который это? Потому что я его закрутил. Закрутил, чтобы он не газ? Ну вот. А мы тут руками махали, махали, чтобы он раньше не газ. Не, но он тухнет. А, он выключается долго, да? Дольше сидит. А, все понятно. Ну, в общем, скоро наш фонарик будет отключен. Будет у нас все нормально. Когда только это будет. Вот, Юль, чего сидишь тут? Иди тебе вон. Иди, автокласс уже полчаса прошел. Нет, полчаса не прошло. У меня будильник. Я готовлю кушать. Кушать. Что у нас на ужин? Что? Что у нас на ужин, говорю? Еда. Еда. Вот так вот. Ну ладно, спасибо, хоть еда. Что? А тебе кашу гречнева с молоком. А тебе кашу гречнева. Ну как, есть, есть. А ты же сказал, что не будешь мне провода тянуть, или будешь? Что ты хочешь от меня? Поговорить. Ну, мне комфортно нужно, а у тебя там автокласс. Пока он там кипятится. А, ты права, да, я понимаю. Сейчас еще 10 минут, и я выключу. Ну вот 10 минут уже. Нашли стойку. Для капельницы, да? Новую была. Новая стойка. Она же в пакете лежала. В пакете. А зачем ты ее собрал? Посмотреть, что это? Я выбирал, что ты увидел в трубке. Я думаю, что там трубки. Понятно. Собрал, а потом, может, с конца. Не знаю, куда ее деть. Никуда ее деть. Ну, она новая. Может, что, куда примас... Может, надо кому из зрителей? Товарищи, черканите мне в личку. Вот так вдруг кому-то правда надо. Я по почте отправлю, отдам. Она вот прям новая была, запакованная. Мы просто собрали ее ради интереса. Посмотреть, что это такое. Что мы еще можем отдать? Телевизор. Вот этот. Никому не надо. Рабочий. Здоровенный. А? Рабочий, да. Тут Анвар смотрел его. Он работал. Ну, хорошо работает. Но нам такой здоровый у нас полоски есть. Нам куда такой телевизор? А еще вот один поменьше. А который поменьше работает? Я не знаю. Не пробовал. Маленькие не пробовали, не знаю. Что за телек? Сокол. Мне кажется, у меня у бабушки такой был раньше. Чего ты хихикаешь? Что, могла я сокола в манить? Ну, тебя с твоим этим. Сокола в манить. А это что? А это Сони. В общем, кому надо. Ну, конечно, не плоский. Здоровый телевизор. Вот это самовывозом поводить по почте никак. Все. Пошла в токол. Выключать. Пока ты меня доедешь. Пока ты меня доедешь. Пока ты меня доедешь. Сейчас. Сейчас. Что у тебя? Рука трясется. Рука трясется. Старается, пишет. Не торопись. Вот опять торопишься. Провода, провода. У нас тут сверху инфракрасник висит. Я вот прям под ним стою. Так жарко прямо макушку припекает. Ну, печку сейчас не топим. Пользуемся тут только инфракрасным обогревателем. Он там... Чего? Маленький. Что маленький? Держи провода. Держу. Нет, упадет сейчас. Нет, не упадет. Маленький. Не упади. Держу провода, чтобы не падал на пол. Чем еще заняться поздним вечером в деревне, когда на улице уже темно? О, батарейка сейчас сядет. Ну? Там не все убрали сверху. Не мешает. Не мешает? Оставил Станислав Юрьевичу с мясом там ковыряться. Поставила варить гречку, а ему доверила мясо. Точнее, он сам мне его отобрал, говорит, мясо мужское. Давай, заходи, Чернильная. Поскольку у нас тут наш банчик... Ой, здесь уже жарко. Наш банчик ушел. Опа. Гулять. Ну, он затопил печку в бане. И гулять пошел. А печку надо немножко подкладывать. Она недолго во горении, то есть дрова прогорают. Фу. Прогорают, и она тухнет потихоньку. Еще разочек сейчас вот подложу понемножку, чтобы они горели. А где варюшка-то, господи, чем он ее открывает-то? И пойдем уже, наверное, мыться. Чернилка всегда приходит в баню, когда мы тут печку топим, тут тепло. Она все время вот тут вот сядет или ляжет. Вот тут на этом. Как это назвать-то правильно? Ну, на лавочке. И намывается. Тоже в баню мыться ходит. Чернилка тебе поддать? А то, может, тебе холодно, нет? Хе-хе. Сидит. Гостей намываешь? Не надо никаких нам сейчас гостей. Мы еще не закончили с кухней. А то, когда гости, ничего не сделается. Отвернулась. Чтобы не подсматривали. Ну, ты бы хоть за что руку тогда спряталась, что ли? Есть у нас дикое желание. Повесить сюда просто батарею электрическую. После того, как окошко в порядок приведем, его здесь обошьем. Повесить сюда просто электрическую батарею, чтобы здесь все время было примерно тепло. Примерно. Чтобы не топить печку каждый раз. Особенно зимой. Чтобы здесь не промерзало. Здесь же надо батареи, конечно. Так-с, посмотрим, что у нас тут. Топка огромедная. Я называю нашу печку банную крокодилу. Мы берем старые доски, которые нам не пригодятся. Которые поломанные, гнилые. И прямо вот их туда кидаем. Ой, кто-то что-то хочет. Виноград, что ли? Я там виноград повесила в этот. В продажу. Кто-то что-то написал. Сейчас посмотрим. Так, ну что, еще одну, наверное. Я вот кучку еще оставлю. Она долго баня тепло держит. Но чтобы уж не тухло. Потихонечку пускать. Блин, так красиво. Вообще. Совмещаем два в одном. И печку топим. И белишку сушим. Что тут у нас? Ой, все давно уже высохло. Можно снимать. И вешать новое. Все заменила. Белишка. Пока тут его поменяешь. Это самое. Сварилась, в общем. Сама вся спарилась. Уже можно прям все. Я пойму, споласкиваться и спать идти. С такой турбосушилкой очень быстро белье сохнет. И практически в баке ничего никогда нет. Прям все, что постиралось. Вот сейчас мы пока будем мыться. Здесь же все повесило. Все высохнет. Домой в кучу. Я вообще забрал и все. Ой, забылась мечта. Идиот. Быстрая сушка для белья. И причем огромная. Чернилка, ты будешь выходить? Я пошла. Пойдешь? Нет? Ну сиди тогда. Так, пока я тут. Хочу вам кое-что показать. Сарай, вот у нас свет горит. Точнее, Санислав Юрьевич. В этом мастерской. Хочу вам кое-что показать. Вот они. Ну что? Свет что-то включить? Не включить свет. Батарейка садится. Чуть не упал, господи. Бедный. Не спрашивайте, откуда они у меня взялись. Вот они просто есть. И все. Просто есть. Кому надо, пристраиваю в добрые руки. Я уже сама. Не спрашивайте, сколько у меня кошачьих. Я уже сама запуталась, кто у меня, кого отдала, кого пристроила, кто убежал. В общем, вот у меня на данный момент есть три лишних хвоста. Два мальчишки, одна девчонка. С удовольствием пристроила в добрые руки. Куда пошел ты? Эй! Эй, ты куда-то пошел? Куда пошли ты? Блохи! Купила для них самое дешевое молоко в нашем ближайшем магазине. Думаю, ну... Вот прям самое дешевое брала. Представляете, оно прокисло за один день. За два даже. За два дня. И на улице холодно. У меня оно здесь стоит закрытое. Я им прихожу, подливаю. Сейчас хотел подлить, а оно прокисло. Можно котам кисломолочь? Наверное, можно, раз едят. Первый раз вижу, что молоко покупное прокисло. Обалдеть. Любаня, это вам не домик в деревне. Такой рекламный слог он у меня сложился. Обогревашку им повесила этим мелким сюда. На ночь включаю, ночью прохладно. Дерь закрываю, на ночь включаю. Ну, чтобы уж они тут не замерзли. Мамки у них нема. Я у них мамка. Стас, ты тут? Прикинь. У меня молоко покупное прокисло. Когда? Сегодня? Она тоже уже кисла была? Тебе это не удивляет? Первый раз я ее еще покупаю молоко кисло. Насколько стоит в холодильнике месяцами? Ничего с ним не происходит. Какой жареет на улице Октябрь? Решила сейчас пока ужин готовить. Сейчас Полюнку помою. Точнее, я ее сейчас замочу. Я не буду мыться. Ну, как ты не будешь мыться? А что ты? У меня тут будешь стоять, ждать, что ли? Давай, вешай куртку. Давай. Сейчас я ей воду включу в душевой. А то я вечно в конце ролика говорю, у нас мыться и ужин, мыться и ужин. Вот мы пришли мыться. Сейчас я воду и включу. И пойду за пижамами, носками и прочими прелестями. Пока буду туда-сюда ходить, она уже помоется. А потом поужинаю на бабаське. Какая прелесть. А потом я пойду? Куда ты собралась потом? Холодная. Домой в поле? Домой в поле? Пешком пойдешь? Куда пойдешь? Там уже нет ничего. Что там есть? Крыши да стены. И то одной стены нет. Шкаф выносили, стену разобрали. А коровник и коровник там наполовину разобраны. Что ты там будешь делать-то? С котами. С котами все коты здесь. Зашла домой за пижамами. Покажу вам обогревашку. Здесь мы сейчас тоже печку не топим. На улице не настолько холодно, чтобы печку топить. Просто стоит вот электрический обогреватель. Леший Дима, привет! Пользуемся твоим подарочком. Моя супер корзина. Туда несу пижамы. Это на кухню надо полотенце закинуть. Зарядку сейчас. Телефон поставлен на зарядку. Ой, носки забыла. Пока Полька моет, телефон зарядится. В общем, туда несу то, что надо. Обратно несу чистое в этой корзине. Продолжим тему носков, так сказать, животрепещущую. Вот постирала носки. Вот перебрала все вещи. В баке ничего нет. Полины носочки. Здесь два. Здесь два. То есть нормально, да? А эти, блин, по одному. Где второй, спрашивается? Куда пару дели, признавайтесь. Вообще, конечно, судя по комментариям... Ой, жарко здесь. Судя по комментариям к стриму, тема носков, она такая... Всех достала. Причем, кстати, нашлись те, у кого нет проблемы с потерей вторых носков. Завидую вам, ребята, белой завистью. Бу! После душа, не каждый день, но иногда я вот делаю себе масочки. Какая прелесть. Как раз пока я сейчас тут буду ходить, вещи, которые уже высохли, которые мы с вами только что вешали, они уже высохли, как я буду их снимать, перебирать. Как раз 10-15 минут пройдет. Какая прелесть. Маловато, мне кажется, они на мою ряжку. Рассказываю сразу, что за маски. Вот такие маски Фаберлик. У меня их разных. Вот они лежат. Пользуюсь. Я не разбираюсь в масках, какие лучше, какие хуже. Если честно, я раньше вообще бы никогда не пользовалась. Мне одна зрительница подарила целый набор разных, за что ей, конечно, огромное спасибо. Что бы мы делали без любимых зрителей? Я вот трендею, у меня соскакивает маска с верхней части губы. Что бы мы делали без любимых зрителей? Ходили бы, как дураки без масок. Вещички. Вещички. Только что с вами вешали. Да, все. Все высохло. Все сухое. Можно нести домой. Ну-ка, а в этом... Да, и в поясе тоже уже все высохло. Самые вот толстые штаны щупаю. Видите? Турбосушилка какая удобная. Боже мой. Эх, полным, полна моя коробочка. Есть и майки, и носки. Приходи, душа моя, зазнобушка. Да, тащить мне, помоги. Да, конечно, дождешься его. Весело взяли коробочку и весело понесли к шкафу разбирать. Помытая, чистенькая, вкусно пахнула, посвежевшая, помолодевшая. Прям вот в свою молодость, бытность я все то же самое проделываю перед тем, как пойти на дискотеку. А теперь мы делаем то же самое, просто чтобы лечь спать. Боже мой. Когда же я успела перескочить этот возраст? Когда ты делаешь масочки не для того, чтобы пойти на дискотеку и приводишься в порядок. А чтобы просто лечь спать. Дожили. А что у нас на ужин? На ужин у нас карбонатик в сливочной подливке с зеленью. Мам, можно я скажу? И гречка. Я всему скажу. Скажи, что? Можно я второй раз буду есть? Второй раз будешь кушать? Хорошо. Кушай, дай-ка кушай. Мам. Вот я ему там дифирамбы пою. Ну ладно, дифирамбы. Песни. В бане. А мне знаете, что сказали? Ты что так, мать, долго моешься-то? Ты что там делаешь-то? Мы уже поели. Тьфу. Не что бы сказать. С легким паром. И тебя с легким паром. И тебя, солнышко, с легким паром. Нет? Ты что так долго делаешь? Ты... Миша, Миша, ты что спишь? Ты зачем ковер сожрал? Он тут три года так хорошо висел. А ты его сожрал. Зачем? Чтоб тебе было лучше видно? Тебе плохо видно, хочешь сказать? Или тебе надо, чтобы проветривалось лучше? Вот он тебе что, мешал? А? Ничего себе оставить нельзя. Тебе, тебе говорю. Да, тебе. С тобой, с тобой разговариваю. Слушаешь? Слушаешь? А понимаешь, что нет? Нет, походу, ничего не понимаешь. Вкусный ковер-то был. Тебе что, не кормят? Да спи ты уже, спи. Здрасте, приехали. Отвернуться нельзя. Э-э, товарищи, это не для вас. Вылезайте, вылезайте, давайте. Эй-эй. Давайте. Вот так вот. Чуть-чуть до дома не донесла. Я остановилась с Мишкой поговорить. Они уже тут мне оккупировали. Коробушечку мою. Все, друзья мои. Знаете, сколько времени? Время 9 часов вечера. Боже мой, какая прелесть. Вы себе не представляете. Можно еще часочек позволить себе в интернете поковыряться. Но обычно этот час я трачу на монтаж ролика. Иногда даже бывает и больше, и полтора, и два. Поэтому все, вечер окончен. Подушечка классная. Есть у меня одна мыслишка по поводу этого. Наволочки для нее. Мне зрители в комментариях написали, что на Грандстоке нет отдельно наволочки в продаже. Прям беда-беда. У меня одна мыслишка есть. Пока я ее не реализовал, как сделаю, обязательно расскажу. И приступлю, пожалуй, к монтажу, чтобы завтра утром уже постараться этот ролик выпустить. А то я сегодня накосячила, ролик выложить-выложила, а доступ забыла открыть. И ролик вышел сегодня вечером. Простите меня, пожалуйста. Мне уже потом зрители начали в личку писать. Я же еще делаю репосты в ВКонтакте у себя и в Одноклассниках. Что на ссылку нажимаешь, и написано, что ролик закрыт. Уже вечером мне начали об этом говорить. И я посмотрела, блин, забыла открыть ролик вчера. Ладно уж, простите меня. Забегалась. Все, друзья мои. Как всегда, внизу в описании к этому видеоролику всякие разные полезные и интересные ссылочки. Вот здесь и вот здесь увидим что-нибудь интересное. Вот сюда нажмем пальчиком, подписываемся на наш канал. Вот здесь пониже, вот здесь вот наш второй канал про колбасу и копчености. Все, друзья мои. Всем желаю нескучных вечерочков. И всем пока. И каждому по котенку. Берите, котят. Очень надо.